Здравствуйте, это канал главные новости Казахстана, Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане. Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил в интервью РИА Новости, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером страны и намерен попросить помощи у Запада. «Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять Временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность», — сказал он. По словам финансиста, он планирует вернуться в республику, хотя заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство бизнес-партнера Ержина Татишева в 2004 году. Он не исключил, что это произойдет в ближайшее время. Аблязов также планирует заручиться поддержкой западных лидеров. «Мы будем обращаться. Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия, это покруче будет котел, чем в Афганистане», — добавил собеседник агентства. Политик отметил, что сейчас постоянно проживает во Франции. В другие страны он не выезжает, опасаясь преследования со стороны казахстанских властей. На родине суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА банка, ущерб превышает 7,5 миллиарда долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» признано в республике экстремистской организацией. В 2019 году банкир был инициатором крупных протестных акций в день президентских выборов. Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил в интервью РИА Новости, что не финансировал массовые протесты в Казахстане. «Представьте себе, кто-то ходит с деньгами и к неким непонятным людям стучится домой и говорит, а давай я тебе дам деньги. Меньше чем, больше чем как эти деньги можно раздать», — сказал он, отметив, что считает такие действия немыслимыми. Финансист также утверждает, что не имел отношения к первым акциям 2 января из-за повышения цен на газ, но призвал протест расширить 3-4 января, когда власть уже пошла людям на уступки. Что вы думаете по этому поводу? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.